Привет! Поговорим сегодня, как всегда, о хитростях в ремонте. Включаются в жизни всякие разные огорчения. Бывает, бумага туалетная закончится и дома никого. А бывает, подшипник останется на валу и снять его хрен его знает как. Ну, обычно нужен хитроумный съемник с двумя полумесяцами, чтобы его отсюда выдавить. Ну, разумеется, его ни у кого никогда нет. В общем, снять его можно легко и просто, и не особенно повредив вал. Понадобятся две заточенные хостро пластины. Я заточил кусок монтировки. И еще раз кусок монтировки. И ровные руки. А, да, исконно русские инструменты. Так, если есть ровные руки и длинные пальцы, то можно эту процедуру сделать одному. Если нет, то еще понадобится один человек, который придержит вал. Показиваю. Зажимаем одну пластину в тиски, вторую держим в руке. Ставим сюда вал. Желательно, чтобы нижняя шейка шатуна была в районе зажатой в тиски пластины. Ну, это так, для безопасности, для излишней. Вторую пластину в тиски пластины придерживаем рукой. И начинаем стукать люто-бешено. Оп-па-на, пошел. Пойдет даже хорошо сидящий подшипник. Все, далее откладываем в сторону. Это снимаем. Берем алюминиевые просадки, чтобы не потерять вал. Зажимаем уже вал в тиски. Как-то так. Берем опять все те же пластины. Оп! Пиздец, котенцы. Срать больше не будет. У меня все. Главное преимущество этого способа заключается в том, что вы не зажимаете первоначально вал в тиски, не бьете в его сторону. Таким образом, не сбиваете его с центровку. И когда уже в завершающей стадии вы выдавливаете подшипник двумя монтировками, вы это делаете без перекоса. Таким опять же образом, не портя посадочное место вала под подшипник. Метод, конечно, варварский немного, но тогда, когда совсем уж нет никаких инструментов, какие у вас остаются варианты? Никаких. Я показал самый простой способ, как его снять, в смысле подшипник, тогда, когда совсем ничего нет под рукой. А там уже думайте сами, что вам делать и как. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!